Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава Вайра, и мы помним, что предыдущая недельная глава заканчивается встречей Всевышнего и Маше, что Маше обращается ко Всевышнему, почему он так поступает с еврейским народом, и Всевышний говорит, я Господь открывался праотцам Аврааму, Ицхаку и Акову, но своего имени я им не открывал, то есть имя милосердия я не открывал. То есть он говорит, что я вот покажу всю свою мощь, всю свою красу, и ты поймешь. То есть как бы Всевышний как бы объясняет, как бы отвечает Маше на тот вопрос, который он поставил. То есть ответ мы учили, что он говорит, что понятно, что объясняется в Кабале, что у Маше был очень высокий уровень души, который был хохмад и ацелут, именно все, что связано с хохмой, мудрость, понимание. И его сущность была такая, что ему мешало двигаться вперед в служении Всевышнего, если он не понимал замысел Всевышнего, поэтому для Маше было очень важно понять замысел Всевышнего. И поэтому он говорит, я не понимаю другими словами твой замысел. Вот, и Всевышнему объясняет, про отцы они тоже не понимали замысел мой, да, Аврааму там было сказано, там, эту землю я тебе отдам, а он выкупает пещеру Махпела, да, то есть он должен положить сына на жертвенник. То есть я не раскрывал им своего имени настоящего, вот такого, которое я раскрою еврейскому народу сейчас, а вот сейчас я еврейскому народу раскрою такое, что весь Египет узнает и весь мир поймет, и мое раскрытие, и 10 казней, которые с Божьей помощью мы с вами еще поговорим на эту тему. Вот, но я хотел бы коснуться то, что Ребе рассказывает, Левайческий Ребе рассказывает в предыдущей недельной главе, из бесед недельной главы, Ребе спрашивает очень интересный вопрос, он спрашивает, почему Маше так интересовало, какое имя у Бога, да, то есть он говорит, вот я приду к еврейскому народу, и они спросят, от кого ты пришел, как имя Бога, от которого ты пришел. Помните, на предыдущей недельной главе мы уже объясняли и касались имен Бога, да, что Бог получает те имена от своего проявления, да, какое проявление у Бога, такие имена. Кто хочет подробнее понять эту историю, пусть послушает предыдущие недельные уроки на предыдущую главу, там как раз и мы касаемся подробно имен, я не хочу здесь повторяться, и вот что такое имена, имена Бога, да, что Бога, скажем вкратце, что так как Бог проявляется, такое у Него имя. И в чем же тогда вопрос Маше? Вообще, давайте мы немножко сделаем также ракурс в историю, которую я забыл, наверное, в предыдущей недельной главе рассказать. Маше, он всегда помогал еврейскому народу, как только получилось то, что он оказался во дворце фараона, он уже знал, что он еврей, и когда он вырос, он начинает помогать еврейскому народу, то есть он пытается сделать всякие движения в сторону еврейского народа. Один из примеров, он всегда подходит к фараону и говорит, посмотри, это рабы, они должны иметь выходной день, иначе они будут плохо работать. Он говорит, ну ты хочешь, дай им выходной день, и так Маше дает евреям на какое-то время шаббат, к примеру, да, и так далее, и так далее. То есть рассказывается, что он постоянно пытался помочь своему еврейскому народу, и он очень много сделал на этом поприще. Но возник момент, который мы говорили в предыдущей недельной главе, да, что появился египтянин, который бил еврея, и Маше убивает египтянина. Да, то есть и здесь Маше становится перед сущностным выбором, как поступить, да, потому что что дороже? Дороже находиться среди еврейского народа и быть практически сыном фараона и помогать ему, поскольку ты можешь, да, или пойти вабанг, как говорится. Вабанг, это, я имею в виду, что когда он видит, что египтянин бьет, он может сказать, ну, ой, что я могу сделать, да, Маше делает то, что от него положено сделать, как бы должен был сделать каждый. Он должен был спасти еврея, потому что эти были очень тяжелые удары, что они должны были убить этого еврея, вот, и поэтому он убивает египтянина. Здесь он становится перед сущностным выбором. Он предпочитает быть евреем, настоящим евреем, а не быть наполовину египтянином, наполовину евреем. Он не хочет метаться, как сидеть на двух стульях, да, то есть, или, да, помните, как в этом знаменитом анекдоте, на пляже, там, Абрам Васильевич, или снимите крестики, или надейте трусики, да, то есть он не может быть и кумным, и красивым, да, он должен определиться. Сейчас что он должен? Кто он больше? Он больше еврей или он больше египтянин? Да, он может помочь еврейскому народу, будучи скрываясь, там, делая всякие вещи, но он понимает, что здесь он касается сущности еврейского вопроса, и он остается с еврейским вопросом. К чему это все рассказывают, то, что я забыл рассказать на предыдущих уроках, предыдущих главах. Для меня, для меня важно передать вам любовь Маше к еврейскому народу, то есть, который пошел на все ради еврейского народа. Он пострадал полностью своим имиджем, своей работой, своим местом, как мы говорим. Он предпочел все, чтобы быть рядом с еврейским народом, да, он делал все, чтобы быть рядом с еврейским народом, и за это пошел чуть ли не на все, потому что он знал, что за это могли и казнить, и как пытались его казнить, он успел убежать, медьян. И теперь Маше приходит ко Всевышнему, и он ему задает вопрос, а как имя твое, да, то есть, как имя твое, то есть, зачем знать Маше, как имя твое. Каждая минута промедления, это плохо. Что значит, ты говоришь, что он не поверит мне? Во-первых, мы знаем, что еще со времен Якова, когда Яков спускался в Египет, да, то есть, он посадил там деревья Шитим, мы об этом будем говорить, это деревья, которые понадобятся потом в постройке храма, он скажет, возьмите эти деревья с собой, и каждый еврей видели, они помнили это. То есть, все евреи знали, что они должны освободиться из Египта. То есть, это не было новостью, это не какая-то новостная вещь, что-то неожиданное. Вопрос, почему они сразу не услышали Маше, мы тоже коснемся этого вопроса, вот, постараемся коснуться в этой главе нашей недели, вот. Но я хотел вернуться еще раз в том, что почему ему нужно имя. Имя, как мы сказали, это раскрытие сущности Бога. Какой вопрос задает Маше? Один из самых тяжелых вопросов. Наверное, один из самых тяжелых вопросов в еврейской истории, да, где был Бог во время Холокоста, то есть, практически, где был Бог во время Холокоста, только сейчас это Египетский Холокост, то, что делали со временем, это Холокост. Где Бог? Что значит, где Бог? Какое у него имя? Где он был раньше? Вот сейчас я приду к еврейскому народу, да, и скажу ему, пришло время вашего освобождения, он сказал, а где же ты раньше был? Как Бог допустил такое? Это один из страшных вопросов, которые задают различные евреи до сегодняшнего дня. Как Бог допустил то, что мы увидели своими глазами в фильмах, то, что мы знаем, то, что мы прочитали. То есть, эти вещи, которые не должны были случиться, да, и поэтому эта претензия к Богу, да, у Маше повторяется, он говорит, где твое имя? Как твое имя? Да, где ты был? Как ты проявил себя? Где ты находился? Где твое проявление, когда еврейский народ так страдал? Да, это одна из вещей. Вторая из вещей, в которой мы говорим, вот я сейчас приду к еврейскому народу, и со всем тем, что еврейский народ знает, что такое освобождение, и когда оно будет, да, они меня спросят, как его имя? А где он был раньше? Это страшно. Страшный вопрос, который бьет ниже пояса, как бы говорится. И что ему отвечает Всевышний? Всевышний говорит, я не раскрывал это отцам твоим, да, я не раскрывал это, это моя задумка, да, говорит он, да, и это должно, надо принимать как есть. И он говорит в предыдущей главе, имя мое и е, я есть, который есть. И объясняет любая ческая рэба, что объясняет это имя? Это имя говорит о том, что я тот, который есть, поверь мне, что я был вместе с еврейским народом. Я точно так же страдал, мне точно так же было больно. Как тебе больно это слышать? Поверь мне, мне слышать это еще тяжелее, потому что все обращались, держи Бог, все просили, а я не мог ответить. Зачастую мы видим очень интересный пример на воспитании детей, да. На воспитании детей ребенок начинает вести себя неадекватно, он ведет себя очень плохо. Наступает период, когда ты должен или наказать этого ребенка, да, то есть, ну, он ни в чем не виноват, потому что он ребенок, ты должен его, скажем, воспитать. Какие-то меры воспитания ты ему говоришь так, смотри, если ты сейчас не будешь себя вести так-то и так-то, то я тебя сейчас, ты не пойдешь там в зоопарк, я тебя выгоню за дверь, да, и не открою дверь, то есть, как бы, и ты будешь ночевать на улице, скажем. Ну, понятно, что не на улице, понятно, что у отца разрывается сердце, но отец знает, что если он сейчас уступит ребенку, если он пойдет и смилуется над его плачем, то цель не будет достигнута, то есть, результат, который мы хотим, чтобы был достигнут, он не будет достигнут, и поэтому Всевышний говорит, тебе сейчас не дано понять, я раскроюсь, и да, мы понимаем, потому что он говорит, что ты, то есть, я не раскрывал этого имени, и мои праотцы не спрашивали, ни Авраам, ни Цхак, ни Аков не спрашивали, хотя им было обещано, и они не видели при своей жизни выполнение всех того, что ему было обещано, да, Аврааму было обещано, что его потомство будет рабами, он не задает вопросов и так далее, мы об этом уже говорили, и поэтому и ты не должен спрашивать, не то, что не должен спрашивать, И он объясняет здесь новую концепцию подхода иудаизма. Сначала еврей должен принять все таким, как оно есть, а потом, после того, как он принимает все таким, как оно есть, он начинает пытаться понять. И это очень важно. Важно, потому что Тора это не книга просто какой-то мистики, которую нам только дали и сказали все. То есть Бог сам просит, чтобы мы по возможности своей понимали. Но есть вещи, которые сейчас мы не в состоянии понять, как вещи, которые произошли, к примеру, с Холокостом. Холокост невозможно понять, невозможно объяснить. Это страшная трагедия, которая в тот момент, как переживал Маше, Маше пришел в освобождение еврейского народа, а вместо этого еще хуже. То, что пережил еврейский народ, неописуемо. То же самое с Холокостом. Мы должны обращаться ко Всевышнему, пытаться понять, пытаться сказать. То есть Рэба говорит, что невозможно объяснить то, что это было. Мы знаем только одно, что все, что происходит в нашем мире, на это есть задумка Всевышнего. И поэтому мы ждем, когда придет наш праведный Маше, и мы поймем вообще, как это могло произойти, почему это могло произойти. Но на данный момент мы не в состоянии это понять. И то, что мы выучиваем с нашей недельной главы, что, во-первых, мы должны жить дальше, двигаться дальше, принимать такое, как есть, а потом идти вперед, то есть пытаться, чтобы это было нам раскрыто. И с Божьей помощью, когда придет Маше, понятно, что нам это раскроется, мы этого увидим. И поэтому, когда Маше идет к еврейскому народу, ему надо четко знать, что сказано. И поэтому Всевышний говорит, я раскроюсь, и тогда все встанет на свои места. Я покажу свою силу, я покажу, что такое я, я открою имя, которое я не открывал праотцам. Да, то есть вот здесь вот мы видим основная задумка, почему это было важно. Но то, что мы сказали, что Всевышний говорит, я тот, который я, потому что я был с еврейским народом, я точно так же страдал с еврейским народом. Пишется, что когда мы уходим в Галут, так Ишхина уходит в Галут. Мы одинаково, то есть наш Бог одинаково страдал с нами и довольно больше. Когда родитель страдает, да, это страшно. Когда родитель видит, как его ребенок страдает, это самое страшное страдание, которое есть. Всевышний страдает вместе с нами. И поэтому ему важно знать, как имя Бога, именно что это. И он приходит, Всевышний отвечает, и мы увидим в нашей недельной главе, как развивается событие. Мы будем говорить с вами о других вещах, о которых мы обязательно поговорим в подробности. Так как уже коснулись этой тяжелой темы, я хотел сказать одну историю, которую я слышал тоже, которая связана с Холокостом, что когда наш еврейский народ так страдал, мы видели те вещи, которые мы не можем объяснить. То есть не можем объяснить как страдание, как и героизм еврейского народа. Рассказывается, что однажды фашисты, издеваясь над еврейским народом, которые были в лагерях, они кормили специально несколько дней, потом это был Йом-Кипур. В Йом-Кипур они вытащили большие кастрюли вместе с мясом, наверное, некошерным, да, и очень большим запахом. Вы представляете, человек, который много времени не ел, как на него это действует, и сказали, подходите и кушайте. Наверняка были люди, которые подошли. Но что было очень интересно, потому что спасать свою жизнь это важно тоже, но что было интересно, отказалось большинство людей в лагере есть, потому что они понимали, что они хотят поиздеваться над еврейским народом, да, это первое. И второе, что увидели, что те евреи, которые вообще будничные, уже не соблюдали Йом-Кипур вообще, и ели в Йом-Кипур, и все остальное, вдруг отказались от еды в Йом-Кипур, потому что они поняли, что сейчас они, их пытаются оторвать от ихнего источника, от Всевышнего. К сожалению, часто евреи называются маслинами. Как маслины, когда их давит, выходит масло, когда нас начинает давить, выходит масло, мы становимся более сплоченными, мы двигаемся более вперед, и поэтому это очень важно для нас, да, то есть как бы, и мы просим Всевышнего, чтобы больше нас не давили, что уже пришло время Машеха, чтобы мы увидели раскрытие, которое Машея к нам принесет. И вторая вещь, о которой я хотел с вами поговорить, очень важная, это вещь, которая пишется, что не слышали евреи Машея из-за тяжелой работы. Да, вообще, мы уже коснулись личности Машея, пишется, что Машея убежал, я пытался найти, насколько времени он напишал, я нашел, что по одному комментарию, что когда у него не получился первое посланничество, да, когда его посылает Всевышний, освободить еврейский народ, вместо этого фараон не хочет его слушать и ужесточает свой приказ, он говорит, теперь вам Соломы не будет, сами будете искать Соломы. И пишется, что евреи искали Солому по всему городу. И объясняют комментаторы, что не Солому не искали, они искали Машея и Арона, то есть они искали Машея сказать, что же ты нам наделал, вот освободитель хренов, да, извините за выражение. Да, вот ты пришел, да, как бы, и после этого нам стало еще хуже, да, где же твое освобождение, да, и Машея от любви и от чувства вины, да, потому что он всегда, Машея, очень интересно, что Машея не принял, то есть Всевышний ему сказал, Всевышний говорит, идти и сделай, он сказал, Всевышний, что ты так делаешь, вот, он говорит, наверное, я не удостоился, наверное, во мне проблема, это настоящий руководитель. Настоящий руководитель всегда ищет проблему в себе, и поэтому Машея пишется, убежал на три месяца, да, три месяца он не появлялся, там, он убежал в пустыню куда-то, да, потому что он не мог смотреть евреям в глаза, которых он страстно любил, да, и вот когда уже случается эта следующая встреча, да, он говорит, ну, наверное, у меня не получится, да, опять же он говорит, что я косноязычный, опять это вот, и Всевышний говорит, так, иди, делай то, что я тебе говорю, ты увидишь, что у тебя все получится, и он ему рассказывает, как это будет, что вы попроситесь на три дня пути, потом и так далее, мы тоже поговорим, почему именно три дня пути, но не в этой беседе, наверное, следующий, почему именно три дня пути, почему не надо больше пути, да, то есть, почему он не говорит правду тоже как таковую, почему так вот начинает, он говорит, он не отпустит вас и на три дня, и закончится это тем, что я выведу еврейский народ из Египта, и тут у нас, простите, и тут пишется, Машея приходит к еврейскому народу, и еврейский народ не слышит его из-за тяжелой работы, что значит не слышит из-за тяжелой работы, да, как можно не слышит из-за тяжелой работы, можно не выполнять, можно не хотеть, можно не воспринимать, но что значит не слышит из-за тяжелой работы, иногда египетское рабство было настолько тяжелое, что фараон прекрасно понимал, и поэтому он уже статью указан, он говорит, когда человек пытается дубать о свободе, надо занять его голову чем-то другим, вот в Израиле, когда начинаются какие-то политические вещи, и люди понимают, что политики плохо себя ведут, то начинают винить во всем религиозных, которые не служат в армии. Это любимая тема, которая всплывает периодически перед какими-то выборами. Все обещают, что это все изменится, но на самом деле никого не интересует. И армия тоже, что религиозные не служат в армии. Но это нужно поднять для того, чтобы отвлечь народ. Но в данном случае есть другие страны, которые тоталитарны, они просто настолько начинают давить на народ, что народу не до свободы. У него нет времени думать о свободе, ему надо зарабатывать на хлеб, ему надо как-то кормить семью. И поэтому они начинают делать все возможное, чтобы человек даже не задумывался. Они дают сверх норму, все остальное, чтобы у человека не было времени думать. И то же самое происходило в Египте. Не было возможности думать даже, не было времени думать о свободе. Потому что о какой свободе ты можешь думать, когда сейчас нужно двигаться. Рэбб говорит, что в нашем поколении, к сожалению, есть евреи, которые сами себя загоняют в рабство. То есть сейчас, это немножко сложнее говорить, но до этого, до пандемии, то есть мы работали без остановки. То есть не было вообще какой-то остановки. Многие евреи просто работали без остановки. У них не было времени зайти в синагогу на 5 минут. Шаббат, неважно, шаббат, не шаббат. Я двигаюсь, бегаю, 5 минут, он все на мой хейл, все-все. У него нет времени думать о свободе. Ты к нему приходишь и говоришь, ты знаешь, евреи, очнись. Это уже время машеха, должен прийти машех. Никто не говорит, что он не должен работать. То есть он говорит, ты должен понимать, что основная вещь это машеха, это приход машеха. Он говорит, машех, машех, мне сейчас надо, у меня бизнес-сделка, я не могу говорить, я ложу трубку, он не приходит на уроки, ничего, потому что он бегает. То есть это называется не слышать из-за тяжелой работы, которую мы сами на себя повесили. То есть работа не позволяет слушать что-то другое. Человек настолько занят этой работой, настолько погружен в свое рабство и, к сожалению, в то рабство, в которое мы сами себя загружаем. Поверьте, если мы один день освободим для шаббата, мы увидим, как Всевышний будет делать нам чудеса и даст нам еще больше возможностей больше заработать. То есть нам даст больше возможностей больше вещей. Как у нас день будет короче. Как пишется, можно идти на работу и можно работать. Есть понятие, в Торе пишется, в Талмуде, и будет делаться твоя работа. Что значит будет делаться работа? Это не значит, что ты не будешь работать, но это значит, что работа будет как бы идти, как бы делаться. И когда человек загоняет себя в такое рабство, когда ему нужно думать, что купить, все, то есть это, конечно, страшная вещь. С другой стороны, мы говорили, уже об этом я касался, это вопрос, не знаю, почему вдруг захотел говорить, что когда человек живет в стесненных обстоятельствах, да, когда его что-то стесняет, он не может раскрыть, раховато дат называется, он не может раскрыть свое сознание. То есть сознание, когда человек думает, где ему положить сегодня куртку, или какую куртку одеть, или где сэкономить там 500 тенге, чтобы поехать туда-туда-то, да, то это не дает ему возможность думать о более глобальных вещах. Помните, как тот знаменитый анекдот, когда евреи молятся возле Котеля, два еврея, приехал олигарх молиться возле Котеля, и молятся, чтобы там у него были миллиарды, миллионы, что вот сейчас вот сделка должна состояться, да, то есть как бы, и все, и вдруг он слышится, рядом еврей молится, говорит, Всевышний, мне не за что заплатить за газ, мне не за что заплатить за электричество, у меня не за что. Поэтому ему говорят, слушай, извини меня, а сколько, сейчас ты просишь по Всевышнему газу, что ты говоришь, он говорит, ну это 500 шекелей, 800 шекелей, он достает ему 1000 шекелей, он говорит, наедине, отвлекай бога. Да, ну такой анекдот, почему? Потому что когда человек думает мелко, он может решать большие задачи. Человек, который находится в мелочности, он не может решать чужие задачи. Но также, когда человек думает только о мелочах или только о заработке, он тоже не может двигаться дальше, да. Как-то к Рэбе пришел, к Рэбе Раятсу, по-моему, пришел человек, который занимался галошами, он был не бедный человек, он занимался галошами. И Рэбе вдруг его начал спрашивать, как устроены галоши, он начал объяснять, как устроены галоши, и как это вот, и рассказывать, рассказывать, его невозможно было остановить. Рэбе сказал такую фразу, он говорит, я видел, чтобы галоши одевали на ноги, но чтобы галоши одевали на голову, я не видел. То есть мы можем загнать себя в добровольное рабство, и так мы делаем. Богатые люди могут летать с утра до вечера, найти пять минут, чтобы посидеть со своими детьми, иногда у них не остается время. То есть мы как бы себя сами заставляем, сами забираем, сами сковываем такие моменты. И поэтому евреи просто не то, что они были, не дай бог, плохие, не то, что они не хотели воспринять Маше, просто они не могли его слушать из-за тяжелого положения, из-за тяжелой рабской работы. Поэтому и нужно было, чтобы евреи почувствовали освободить евреев хотя бы на три дня, хотя бы вырвать их из вот этой рутины постоянной занятости. И к сожалению, я говорю, к большому сожалению, для того, что люди теряют деньги, положение, карантин, который стал, он вдруг показал, что человек может неделю не работать, что человек может быть полностью отключен от источника питания, и не произошло. Я знаю там некоторых людей, которые не могли пять минут оторваться, пять минут? Минут оторваться от телефона. У них были постоянно телефонные звонки, бизнес, все, там все такие звонки, они постоянно двигались, все, ну, они попали не в очень хорошее положение, и тогда у них был вообще отнят телефон, и через какое-то время они поняли, что можно жить и без телефона тоже. И поэтому давайте мы с вами будем ценить, давайте наша жизнь не такая уж длинная, да, и как бы мы будем ценить настоящую свободу. Настоящая свобода дорого стоит, иногда стоит и денег, иногда стоит других вещей, и поэтому не будем загонять себя сами в рабство материальности, в рабство, в котором мы себя загоняем. Мы должны уделить какое-то время, и Рэба пишет, что рабочий человек должен найти время постоянное для изучения Торы. Пусть это будет пять минут в день, но это будет постоянное время, чтобы в это время он был свободным человеком. Это делает его свободным. То, что называется квиют, постоянство, делает его свободным человеком, потому что, почему Рэба установил определенные уроки, там, Торы, Хумаша, Тани, да, то есть Торы, Хумаш, Тани, там, Йом-Йом, там, Тейлим, да, чтобы это было какое-то постоянство, чтобы человек мог вырвать себя из определенной вещи, да, из определенного круга. Поэтому у нас есть молитва три раза в день, в которой мы тоже находим время, потому что все деньги мира ты не заработаешь, ты не заработаешь больше, чем тебе положено наверху. Но и меньше ты можешь тоже не заработать, а можешь заработать. Поэтому, если ты будешь делать сосуд, ты будешь делать то, что Всевышний хочет, понятно, что и Всевышний даст тебе возможность, чтобы твоя работа и твои рабочие дни наполнились радостью и удачей.